Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов посетили в Черкесске семью учителей в трех поколениях Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние несколько лет и значение профессии учителей для их семьи. Репортаж Альбины Ламковой. Мне пришлось вести русскоязычные группы в старшей школе. Нет, не мое это. Мое это дети начальных классов. На сегодняшний день она верна выбранной профессии. В сфере образования Зинаида Лисовенко работает 53 года. Родом она из Краснодарского края. Получила профессию учителя в нашем педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Затем в Армавирском институте – высшее. Самые яркие воспоминания она связывает с педагогической практикой в 10-й школе Черкеска. Ученики были с третьего класса. В те времена казалось ей все необычным и, конечно, новым. Зинаида Лисовенко – удивительный и разносторонний человек. Преподавание совмещает с руководством. А еще она – милая и обаятельная женщина. Заботливая мама и бабушка, говорят они дети. С мужем Иваном создали крепкую семью. Воспитали двоих детей – сына Сергея и дочь Светлану. В итоге она стала достойным продолжателем педагогического дела. За ее плечами 26 лет. Если вечером все дома, то педсовет. И все разговоры будут только о школе. Поэтому и профессия стала жизнью не только для дочери. Но и внучка выбрала эту специальность и уже преподает. Иначе не могло и быть. Две бабушки – педагоги. Работа учителя – это вечный поиск ответов на вопросы и совершенствование самого себя. Хоть и времена меняются, но их педагогическая кредо – вечно. Учитель лишь тогда сможет научить чему-то детей и молодых учителей. Когда он любит их и свой предмет. Прежде всего общаться с детьми дома, к сожалению, у родителей сейчас очень мало времени для общения с собственными детьми. Узнавать, что им интересно, кроме игрушек, телефонов и денег. Беседуя с педагогами в трех поколениях Лисовенко-Тихоновых, время летит незаметно. Да и гости уже на пороге. Планируемая встреча состоялась в уютной домашней атмосфере. На сегодняшний день, несмотря на трудности и профессиональные задачи, в семье Лисовенко-Тихоновых выбирают работу с детьми. Об этом они рассказали дорогим гостям. Министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову и главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову. В свою очередь Сергей Сергеевич рассказал, что и сам из педагогической династии. И бабушка работала учительницей русского языка, мама учительницей информатики. И бабушка учительницей русского языка. Потом тоже пошел по стопам. И педагогический первый институт учитель математики и информатики. Сергей Сергеевич, вы тоже дождите нас. Да, я тоже. Почему выбор у самой младшей Дарьи остановился на профессии учителя, поинтересовался и министр просвещения. Я начала посещать школу на уроках у бабушки и у мамы. Девать нехуй-то было. Да, ну как бы маленький ребенок оставить, конечно, с прабабушкой можно было, но не всегда была такая возможность. Сергей Сергеевич, на тот момент, благодаря вашему приходу, мы решили вопрос с детскими садами. Дарья Тихонова также поделилась воспоминаниями о поездках в Международный детский центр «Артек» и желанием поработать там вожатой. Сергей Кравцов предложил ей попробовать себя в этой роли. Затем Светлана Тихонова поблагодарила за введение внеурочных занятий, разговоры о важном, которые вызывают интерес у учеников школы. Этот год, объявленный президентом, годом педагога и наставника, еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. И мы в рамках этого года планируем такой форум, можно сказать, собрать съезд представителей педагогических династий. И мы вас с удовольствием приглашаем. Рашид Тимреза выразил благодарность Сергею Кравцову за работу по развитию системы образования. Он отметил, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Рашид Тимрезов особо подчеркнул, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражение в решениях, принимаемых на федеральном уровне. Сергей Сергеевич всегда очень погружается и трепетно относится к тем или иным проблемам, которые во всех субъектах Российской Федерации. Я конкретно могу сказать про Карачаево-Черкесию и поддержку министра и министерства мы всегда ощущаем. Я очень вам благодарен. Также на встрече было принято решение назначить Зинаиду Ивановну советником по вопросам образования в республике. С уверенностью, что ее опыт и знания всех проблем изнутри будут полезны. В завершении теплой беседы министр просвещения вручил ведомственные награды всем представителям педагогической династии. Светлане Тихоновой было присвоено звание почетного работника сферы образования Российской Федерации. Зинаида Лисовенко награждена нагрудным знаком за верность профессии. А Дарья Тихонова получила благодарственное письмо от Минпросвещения России. Встреча была и полезной, и приятной. И запомнится надолго на запечатленном фото.